Автоматические и полуавтоматические твердотопливные котлы. Чем отличаются и у кого какие плюсы и минусы? Это видео именно об этом. Полуавтоматический твердотопливный котел. Это котел, у которого вместо поддувала стоит вентилятор, а на котле установлен контроллер с датчиками. Датчики следят за температурой в котле и регулируют интенсивность горения. То есть дрова или любой другой вид топлива вы кладете вручную, а вот управление горением происходит за счет автоматики. Такие котлы вы можете заправлять всем, чем вам понравится. Пилетами, зерном, углем, агропилетами, дровами, щепой, палками с огорода, неважно. Сгорит все что угодно. Работают такие котлы гораздо дольше, участие человека в работе этого котла гораздо меньше, а тепло производится равномернее. Автоматические котлы отличаются от полуавтоматических тем, что помимо процесса горения, они еще управляют и процессом подачи топлива в топку. Поясню. В топке котла установлена горелка. К горелке подсоединен шнек. К шнеку подсоединен бункер с топливом. Теперь котел может сам брать необходимое количество топлива и подавать его в горелку. Сжигать, увеличивать горение, уменьшать горение, останавливать горение. То есть полностью автоматическая работа без участия человека. Такие котлы могут работать без участия человека гораздо дольше. Неделю, две недели, месяц и даже больше. Все зависит от величины установленного бункера. За счет того, что горение происходит в горелке, топка уменьшена, а большую часть тела котла занимает теплообменник. В результате коэффициент полезного действия гораздо больше, чем у обычного твердотопливного котла. Автоматические котлы самостоятельно могут разжечь топливо, поданное в горелку, за счет электрического тена. Но не на каждом виде топлива. Так, например, уголь по-прежнему приходится разжигать вручную. Из-за этого для угольных автоматических котлов используется ретортная горелка. Устройство ретортной горелки позволяет углю медленно тлеть, ожидая своего часа. Когда через 2-3 часа вам понадобится заново разжечь котел, он подаст кислород и уголь снова разожгется. Использовать в ретортной горелке пеллеты не рекомендуется, так как они горят гораздо быстрее, чем уголь. И через час, через два вы получите одно, а то и два ведра в пустую выгоревший пеллет. Все так хорошо, вы спросите, а где же минусы? Первое и главное. Автоматические котлы очень прихотливы к топливу. Оно должно соответствовать котлу по типу и по размеру. Во-первых, оно должно поместиться в шнек, и шнек должен справиться с его подачей. Во-вторых, горелка должна иметь возможность его сжечь и не испортиться. А в-третьих, контроллер должен иметь возможность регулировать параметры под выбранное вами топливо. Покупая автоматический котел, вы облегчаете себе жизнь, но привязываете себя к одному виду топлива. Это только звучит плохо. Когда вы покупаете себе автомобиль бензиновый, вы не расстраиваетесь, что он не ездит на цитоне или на дизеле. Вы знаете, что вы должны заправляться на бензиновых заправках. И также твердотопливным котлом. Определите вид топлива, который вам выгоднее купить и проще эксплуатировать. И под него подберите тип твердотопливного котла. Если мой рассказ был вам полезен, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Если рассказ был бесполезен, пишите гневный комментарий. Мы обязательно примем его к сведению и постараемся исправиться. Если вы решаете задачу по отоплению прямо сейчас, тогда звоните по телефону или переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт. Получите бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с отоплением вашего объекта. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok